Доброе утро, день, вечер, ночь. Мы продолжаем за Синтин-Сити, тонущий город. Я думаю, мы уже ближе к концу. Я не думаю, что это последняя серия, но уже пора, пора, пора. Здрасте. Он пытался сбежать, но кто-то сломал ему шею одним ударом. Я даже знаю, кто. Да, опять, да шо ж такое-то, а? Как вы мне надоели, а? Я все равно пойду и полутаюсь. Не, ну можно, конечно, ходить, очки опыта зарабатывать, убивать их тварей. Ну, какой смысл? А, у меня есть еще? Да. Ближний бой. Ближний бой. Ближний бой, крафт. Ну, давай. Что это такое? Предметы, аптечки. Эмм, ну давай. В принципе, нам что надо сделать? Нам надо сходить. Побазарить сейчас этим товарищем. Мы как раз пришли. И... Убить эту ушу или ушу какую-то там... Там кия ей сделать, короче. Тварь. Просто решил сейчас зайти тут... Посмотреть, чё тут как. Забыл, можно ли чё повутать тут вообще? Чё, никак? Чё, вообще ничего, что ли? Да ладно. О-о-о... А, не вот. В принципе, по большому счёту, после её убийства, мы уже должны получить возможность попасть... Куда-то там, где применяется этот ключ. Тем самым, игра должна подойти к концу. Ну, как я понял. Ну, что, давай побазарим? Ща, подожди. Джозеф, мне нужны объяснения. Эээ... А что именно вас интересует? Всё. Я знаю, что вы заключили сделку с Реймондом. Это он принёс вам мумию. Что с ним случилось? Этот чужак получил по заслугам. Его интересовали только сокровища. Это из-за него уши нас преследует. Теперь он стал марионеткой в её руках. Если бы не вы, ему не пришлось бы так страдать. Я? Это не я её освободил. С какой стати я должен рисковать всем, чтобы спасти какого-то идиота? Моё дело намного важнее. Чё у тебя съеблом, а? Вы пытали уши, чтобы получить информацию. Зачем такая жестокость? Она отказывалась мне отвечать. Я пытался найти другой способ, но пока у меня не было заклинания, приходилось использовать более примитивные методы. Например, обливали её кислотой? Это упрямое существо уже не человек. Мне приходилось использовать все средства. Каждый раз, когда я её воскрешал, она говорила, что я не достоин этого знания. Я нашёл лабораторию, в которой вы воскрешали мертвецов из соли и праха. Значит, вы понимаете, зачем мне тело уши? С её помощью мы с вами сможем найти путь в Ктиганаар. Вы воскрешали мёртвых и пытали их. Это просто отвратительно. Не спешите с выводами, Рид. Они своё отжили. Вы бы не пожертвовали одним мертвецом, чтобы облегчить страдания миллионов. Они ведь даже не люди. Это просто чудовищные тени. Хранилище воспоминаний. Их нельзя сравнивать с живыми людьми. Ну, так-то да, я с ним согласен. Уша предложила мне сделку. Она сказала, что поможет мне попасть в Ктиганаар. Что? Вы же отказались? Это наверняка ловушка. Вы даже не спросили, что она хочет взамен. Боюсь, я уже знаю ответ. Она хочет моей смерти. Уша вас использует, Рид. Она знает, что только я могу её остановить. Я уже приготовил мазь, которая не даст ей воскреснуть. Пожалуйста, давайте доведём дело до конца. Успокойтесь, Джозеф. Мне хватит ума не доверять мёртвой кровопийце. Просто я решил, что вы должны об этом знать. Кей, как вы меня напугали. Если вам больше нечего обсудить, то лучше продолжайте поиски. Я знаю, где прячутся уши. В том самом склепе, где погружался Рэймонд. Значит, она вернулась в гробницу. Давайте разделаемся с ней. Приготовьте оружие. Какой у нас план? Я создал эликсир, который не позволит ей воскреснуть. Смажьте им патроны и убейте это чудовище. Только не забудьте потом собрать её прах. Я приготовлю всё необходимое и буду ждать вас снаружи. Скоро мы всё узнаем. Ё-моё. Блин, напридумывают. Ну так. Поторопитесь, Рид. Мы ещё можем спасти город. Ну не от неё, это точно. Так что, давай спасать его. Чё это такое? Давай сюда. Склеп? Что? Я вообще уже запутался. Про какой он склеп вообще? Я уже... Так. Эм... Плячется под водой... Склеп... Эм... А где это? Я чё-то не понял. Под водой в своём склепе вход на кладбище. Я помню где это. Это дно мне ничего не сказала. Поторопитесь, Рид. Мы ещё можем спасти город. Ну хорошо. Мне сказали идти на кладбище. Я пришёл. А, в натуре. Это пальцы что ли? Прям так буквально на кладбище. Просто... Я подумал, у церкви есть кладбище. Но... Нет. Всё как надо. Ну шо водолаз, давай. Уиииии! Ну давай-давай-давай. И чё? О, морды какие-то Ну только не говорите мне, что здесь будет чудовище Во, 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 плавает, 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 это хуй Ай ты, блядь Ай ты нахуй Вот такие вот ктулки здесь плавают, ничего себе Ай ты, ёб твою мать Шо такое? Ай ты, ёб твою дивизию Да Да Ну придумывай всякой херни, блин Какая странная статуя, но не совсем не растут мудрослые Ну это иллюзия или чё? Давай Ну ёб твою мать, а Ктулка Давай, 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 может успеем Блин, я не знаю, как с этой тварью бороться Она не реагирует на эту парашу Ну я говорю, это игра не про стрельбу, не про ЭПГ Потому что ну кривая, ну вообще Тих, 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 спокухи ХП мне всё и засрали, блин Тих, 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 успокуха Тихая, тих, 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 тих да ладно ты она не пустит тебя дальше колдун еще жив я пришел и кончит тебя мерзкая тварь тогда ты будешь страдать здесь будет твоя могила все да ладно я и звали но это простите босс получается я-то думал ну-ка разговор кончит мне придется убить уши за иначе этот затопленный скрип станет и моей могилы не удалось убить уши и пепел у меня пора вернуться к нему узнать то что мне так необходимо настал момент истины ну понятно так крафт ну что ж надо было сколько четыре пять раз не выстрелить а тут еще гранат дают от этой дуры патроны ну да босс не не сложный винтовка зарешала так я весь лут собрал да босс абсолютно не сложный ты кто ты какой-то этот вкусняшка ням ням то есть на этом все что теперь он мне скажет куда идти кальчо ну ладно все так все слава богу хоть не заставляет обратно идти слава богу хоть не заставляет обратно идти так 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 я нашел ушу она больше никого не потревожит прекрасно отличные новости вы собрали ее останки прах да а теперь нам надо поговорить джозеф вы обещали рассказать как попасть в ктиганар не волнуйтесь я не забыл мне нужно приготовить все необходимое давайте встретимся в моей лаборатории собираетесь снова и воскресить теперь это будет гораздо проще скоро мы получим ответ и спасем человечество от катастрофы у меня все готово чего вы ждете я не знаю чего ты чушь бишь дебил опять что лет параши яна ясно дебила ну что ж мы сейчас должны наконец-то получить информацию где находится на филе то есть дебина шо 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 причем конкретно упорутый сейчас подожди золотаемся и начнем отдай ну чё ты нам скажешь ну что вам удалось и разговаривать да да все прошло лучше чем я надеялся она многое рассказала даже больше чем я хотел услышать что рассказала разваленных под окман там там был какой-то храм или темница по моему она сама не знает она просто была жрицей культа который поклонялся монолитом и все что-то маловато информации кто ухо там было узнали ответ на главный вопрос как попасть к тиганар да уши сказала что надо найти какой-то божий палец на каждом из трех монолитов первый находится в центре города остальные два придется поискать насколько я понял когда вы найдете три божьих пальца то сможете завершить печать и вернуться к центральному монолиту чтобы открыть путь как мне открыть центральный монолит это должно быть не трудно на нем есть выемка в которую нужно вставить печать да шо ж такое то вы вроде хотели помочь мне с этими поисками боюсь что не получится все не так просто а в чем проблема если уши не соврала то печать могут использовать только такие как вы а я сойду с ума если попытаюсь уши не сказала как найти три монолита это должны знать огнепоклонники кажется они собираются в церкви святого михаила и неопалимой купины что же оттуда я и начну что меня ждет в к тиганаре как я пойму что делать чтобы остановить это безумие это должно быть просто она сказала что в ее время туда послали человека который все исправил если это удалось дикарю майя то и у вас получится домом понятно я не спрашивал значит чтобы войти в к тиганар мне нужно найти три монолита с божьими пальцами могло быть и хуже удачи вид я продумываю три монолита эти видео если узнать это не помню продолжите пытать мертвецов а что еще остается если живые ничего не знают надеюсь теперь вы будете осторожнее я учусь на своих ошибках мистер рид ладно живи пока долбоёб какой же ты долбоёб так ну по всей видимости мне надо пердолить в эту церковь то я семя сперма сам-то спермы ладно пойдем мы в эту церковь наверно сейчас наверно вот эта большая херня в адвенте хотя и хз может быть в ратушу нет меня послали с этим придурком говорит ну ладно кстати по поводу монолита они здесь ли 1 не но это будет вообще крэйзи если его нельзя использовать пока ты не узнаешь какую-то говно ну похоже дел так и есть ну вот же вот же монолит о мама дорогая чувака за хуй ну вы поняли ну понятно похоже да наебалово ну ладно сейчас будем разбираться ну с учетом того что не совсем понятно что делать ну пришел я сюда вот допустим может быть здесь чего интересное мне поведают дверь не поддается я черт не понимаю никакую черни сказали куб куполины муполины какой-то неужели мне в ратуши телик что-нибудь такое он царь монолит ход в нем что ли в церкви в этой что не понял я пришел в гостиницу и чё я пришел в гостиницу и чё монетка шо шо такое ну тебя колбасит жестко и написано было единственное шоу в гостинице ничего больше не написано пришел в гостиницу а тут его раз раз и срубила и срубила что мой дневник часть 2 врачи бостонской психиатрической больницы пытались меня вылечить но это оказалось не так просто поначалу они задавали мне вопросы я думал мою историю передадут властям но они просто составили список того над чем нужно поработать я боялся воды именно и меня пеленали мокрыми простынями я говорил чтобы из темноты и меня запирали в темной комнате завязав мне глаза ничего не помогало не они взялись за электроды от этого у меня путались мысли только слова доктора не позволяли мне сойти с ума он говорит мне кто я и о чем должен думать он дал мне лекарства которые помогали сохранять рассудок похоже я ко всему этому привык вопрос только в том плохо это или хорошо да заканчивай ты что там бабка какая окманский кровопийца окманский кровопийца окманский кровопийца больше ни на кого не нападает это странное существо наводил ужас на весь город оставляя на улице обескровленные трупы к счастью вот уже несколько ночей вампир не дает о себе знать трудно сказать могут ли жители города снова чувствовать себя безопасностью или же зверь просто задоился и ждет когда можно будет напасть снова вести окманта еще точно не знают что это за счет вайлд биздите зверь вампир или просто психопат в любом случае пока что мы все рекомендуем соблюдать осторожность ну че колбас не закончил шо это такое пророчество с моими пометками подземный тиганаар существовал задолго до появления человечества в этой чудовищной древней тюрьме заключена тайная дочь спящего обреченная томиться там вечно но дочь можно освободить передавшись семье спящего лишь немногие избранные способны сделать это в каждом цикле ужасные видения притягивают как тиганаару тех кто несет семя печать тиганаара откроет путь ноги будут пытаться и подибнут когда сойдутся звезды когда спящий зашевелится в своем доме один избранный добьется успеха дочь освободится и из ее раздутого чрева спящий снова возродится вновь возродится так вот что меня ждет тот кто добьется успеха погибнет свожить все вместе эпидемии безумия начались из-за тайной дочери спящего запертой в тиганааре чудовищной древней тюрьме под окном только семья может войти в тиганаары и либо открыть его либо закрыть еще на один цикл ход тиганаар находится в молитве в монолите в центре адвента чтобы открыть его я должен завершить печать для этого мне нужно найти три каменных божьих пальцев которые растут на трех монолитах разных районах города первый расположен в центральном монолите а чтобы найти остальные два мне нужно разыскать огни поклонников вот еб твою мать в гостиницу надо было идти в гостиницу надо было идти у меня что такое думать что такое ну такое в гостиницу надо в гостиницу надо было идти так в гостиницу я не могу сделать это в гостиницу я все вижу чужак ну ты бесполезен все он видит так так теперь должен у меня центральный монолит быть доступен документы дом ну это все понятно так пророчество моим пометками теперь мне наверное будет доступно возможно я стану жив пророче не сказано что я умру если войду в тигнар возможно я стану жив а ну эту дрянь то надо не не дать и пробудиться наверное ну теперь то надеюсь ты будешь доступен твать бросить сюда по тут катит изменения радикальный способ избавиться от прошлого но это мягко сказал они долбоёб ну правильно все цены выгребли а можно эти тумбочки пожечь там все такое вот теперь можно я даже отсюда чувствую запах интересно кому столько бензина понадобилось ну они унюхают наверно я не знаю ой ёб твою какое все они себя сожгли они ёбнутые а чё спрашиваю если они ёбнутые больные ублюдки крышку закрыли не плотно и в канистре еще остался бензин похоже и открыли недавно не мони дебил это однозначно чистые сердцем упокоиться у ног его и возрадуются их души и будут вечно петь среди и в киевах не напалил блюд они сейчас сожгли с с с с с с Не, ну реально больные блюдки Очиститесь Время пришло, братья и сестры Прежде чем вступить в новый мир Мы должны очиститься Мы оставим позади все свои горести и страсти И начнем новую жизнь с чистым сердцем Присоединяйтесь к очищению в церкви святого Михаила И я по левой кубине А у мороженого я на всю голову Ой, а ты что-то не выпили Мы меня напугали Да, мы тебя не бувили Ты опоздала? Думаю, мое имя не имеет значения Вы правы Имена теперь не важны Зовите меня с сестрой, а я буду звать вас братом Раздевайся, сестра Вы не видели на этом монолите углубление, из которого торчит кусочек камня? Снаружи я ничего не нашел А, я знаю о чем вы Посмотрите внизу, в подвале Ну, я так и подумал Что здесь произошло? Очищение Этот цикл подошел к концу Вот-вот начнется следующий Мы должны очистить себя огнем Погодите, то есть Они сами над собой такое сотворили? С радостью, брат С радостью Мы так долго этого ждали И скоро цикл начнется заново Мы будем очищены И возродимся в новом мире Следуй за нами, брат Оставь все беды позади и начни новую жизнь Откуда вам знать, вдруг это обычное самоубийство? Если цикл не начнется заново Это будет благословением Ведь мы спасемся от великих бед Во сне Энгелы показали нам грядущие ужасы Если мы не возродимся в новом цикле Значит, семья выполнила свое предназначение И дочь свободна А в таком мире и жить не стоит Ну, какая-то логика в этом есть Типа, что ждать пиздеца Давайте самую выпилимся Да нет, страшная смерть И что, пуля в лоб? Какой? Выжить огнепоклонниц А не ебан, но это больные люди Это больные люди Это больные люди А почему вы спрашиваете? Мне нужно туда попасть Я семья Так это вы Благослови вас Кей Отец Николас знал, что вы придете Сны предвещали ваше появление О чем этого? Энгелы шептали нам во снах Мы старались слушать очень внимательно Запоминать и записывать их слова Все ради того, чтобы вы могли найти то, что ищете Я вообще хочу остановить эту дрель Ладно, так вы знаете, какие монолиты открывают путь? Я? Нет Я видела во сне лишь малую часть общей картины Но отец Николас сложил все фрагменты вместе Он спрятал свои заметки внизу И найти их можете только вы Возьмите ключ от нижних помещений Наверное, отец Николас оставил его на алтаре Вы собираетесь принести себя в жертву? Да Это ритуал очищения Вы молоды? У вас вся жизнь впереди У вас есть будущее и здесь В этом цикле Не отказывайтесь Правильные слова, вообще правильные Дайте мне все вдумать Дождись меня, крошка! Дождись, я вернусь, я тебя спасу Пусть будет чист ваш путь Да, да, да Так, список покупок Конец бензина, минимум 5 раз топку Убедиться, что сухая Большой коробок спичек Должно хватить одного Постарайтесь перенести все в церковь Здравствуйте! Слушайте, это очень напоминает этот случай Где там в северной части Южной Америки Случай известный был Сектой там траванулись Их в тысячи полторы, что ли там Массовое травление Ну, вообще-то конченное Я за жизнь! Понятно? Ох, ёп твою, что тут происходит-то? Красотка Так, ключ Книга священного пламени Господь сотворил себе Чего? Господь сотворил себе престол на небесах Среди языков пламени и огненных столпов Чистые сердцем упокоятся У ног его и возрадуются их души И будут вечно петь среди Аинделов Грешники же отправятся вниз В ад, подобное обиталище дьявола Где холодные улицы Выложены С серебристыми булыжниками Будут страдать там до скончания Время То есть глюки О городе Релеха Воспринимались как ад Да? Монолит То есть они на нем Эту парашу нанесли, да? И церковь вокруг него выстроили Так я понимаю А остальные уже вылезли потом После потопа Чё? Записка с подупреждением Братья и сестры, пожалуйста, будьте осторожны Близцкани с циклы И на нашей территории Иначе появляются лайфбисты Левс, идёй, высей Тьфу Если вы идёте в комнату размышлений Будьте крайне внимательны И обязательно берите с собой оружие Ну ладно Осознанные сновидения Лунатизм Кто-то неплохо изучил тему Лавкрафт? Хе-хе Так, вы не можете больше Ну это я уже понял сразу Что у вас, что у вас, что у? Ёб твою мать Тихо выпусти меня отсюда Пошёл нахер Даже так? Не захотел никто вляпываться Очень мощная, снотворная Опять? Хотел сказать снова Опять? Ну а вот он, этот Анус Анус Логос Тайное знание Так Записки священника Наконец-то сны моих братьев и сестёр Начали проясняться Цикл подошёл к концу Пора провести очищение Чтобы наши души смогли сохранить свою память Своё предназначение Я записал все знамения из наших снов Спрятал так, чтобы отыскать их могло только Семя Они помогут ему найти, что он ищет Семя, если ты это читаешь Надеюсь, ты начнёшь цикл заново И мы ещё встретимся Ну вы явно не из конченных злодеев Хотя и фанатики ебанутые Дневник сновидений Человеческая кровь поможет найти сокровища тех Кому же не осталось ничего человеческого Первый камень отбросит тень на его жилище Три жизни зародились среди железных коней В тени второго камня Вода смоет Первую пролитую имя кровь Какая-то подсказка Так, это первый, да? Остаётся ещё два Ёпта Что это за ктуха? Должна быть, это часть печати Ага Начинается Похоже, эти бумаги оставили для меня Указание отца Николса. Неотличимы друг от друга. Эти юные души станут первыми детьми, рождёнными в Оккунте после прихода высокой воды. Ищи монолит, ибо он скрывает то, что нужно семени. Больничка, что ли, по поводу трёх младенцев? Ну, я не знаю, что ещё может быть. Блин, она себя выпиливала? Ёб твою дивизию. Крошка не дождалась меня, да? Пошла да выпиливалась. Не, ну это плохо. Это кто-ка меня всех женщин так лишит? Да ладно. Да, ты шо? Боже, пальцы. Да щупальца. Ага, искать. Искать, 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 искать. Младенцы первыми рождёнными... Слушай, ну это больничка. Это, походу, дело больничка. А вот по поводу второго я так и не понял. Начать цикл заново и спасти человечество. Начать цикл заново бесполезно. Нет, ну конечно же спасти. Если тирдык в любом случае, то хотя бы продать свою жизнь подороже. Цена всего мира, это неплохая цена. Более, я так понимаю, там не только человечество. Ну да, больничка. Пришёл и вот этот символ показывает. Потому что это не показывает. Значит, субъекты... Ну, наверное, пациенты берут после потопа отделение рай... Я... Я сейчас знаю. Ну, отделение, ну давай. Сирургия. Свидетельство о рождении тройни. Имена Лора, Клэр и Элисон Уайтли. Тройняшки. Дата рождения, информация утеряна. Родились в начале потопа. Место рождения, западная часть Шелла, железнодорожная станция на пересечении Солейшн Роуд и Морленд Роуд. Мать Летисия Уайтли, умерла природа, хотя с ней... Ну вот, железнодорожная станция, я там и был. То есть, пока вот этого не... Ну, понятно. Понятно, я знаю где это. Меня скорее беспокоит вот эта вот херня. Вот эта вот. Ну, значит, надо в других местах. Какие у нас все есть архивы. Полицейские ратуши. Прежде чем пойти в полицейский участок, я вспомнил, что тут газеты у них. Про газеты что-то писали, поэтому период после потопа. Простой человек, обычные граждане. Ну, давай. А-а-а, первая страница. Ух, ёптвою мать. Невероятное открытие. О маленьком пляже в восточной части Old Colony Street сейчас говорит весь Окман. Джимми Прайс, рыбак из захолустя на границе Клоберсайда и Грим Хэйвэйн Бэй неожидно просваивался благодаря своим невероятным находкам. Не проходит и недели, чтобы он не нашел море очередного золотого украшения или древнее сокровище. Писали по древностям. Дайан Майлз не знает, что и думать. Никогда раньше не видел ничего подобного, говорит она. Но одно я могу сказать точно. Этим вещам очень-очень много лет. Получается, что я нашел. Значит, первое у нас будет вот здесь вот. А вот со второй мы надо посмотреть. Я уже не помню, может мне и попадалось. Так, это восточная часть Old Colony Street. Да? Граница между Куверсайдом. А, вот это здесь. Здесь монолит. Ну, хорошо. Пойдем тогда пройдемся по монолитам, по этим. Наверное, там и в твари полезут. Совершенно конкретно. Ну, вот он монолит. Явно ручная работа. Очень похоже на кусок монолита. Чтобы отколоть такой большой кусок, нужно очень постараться. Один человек не справится. Я не понимаю. Мне надо че? Че-то найти? Или искать... Или этот говнать какой-то забрал. Откололи совсем недавно. То есть, вот так вот, да? Мне еще надо это дерьмо искать. Монстры здорово погрызли этого беднягу. Сейчас его родная мать не узнала бы. Гарпунами можно убить даже такое чудовище. Нет, хорошо. Ага, сейчас мне, наверное, покажут. Бейте сильнее. Нам нужен этот кусок камня. Он благословлен. Скорее. По-моему, я что-то слышал. Вайл-бисты нас почурили. Защищайте камень. Пора во всем разобраться. Ну хорошо, они ковыряли. Бейте сильнее. Нам нужен этот кусок. Отковыряли. На них напали. По-моему, я что-то слышал. Вайл-бисты нас почурили. Защищайте камень. Фанатики откололи кусок монолита и унесли его с собой. По-видимому, это было то самое место с углублением, которое было. Да ёб твою мать, а. Ай, фанатики, блин, ёб блют, вор. Ай, фанатики, блин, ёб блют. Так, он за ним погнул, что-то? Вы крохнули в жепу, да? Давай, 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 давай. Ну где б твою мать, а? Ага, вон оно. Ну я так и подумал. Без вас-то никак. Убит одним. Не хотел бы я оказаться на его месте. Явно ручная работа. Очень похоже на кусок монолита. Весь пропитан кровью. Надеюсь, его ещё можно прочитать. Испачканная страница дневника. Так рад быть секретарём нашего общества и собственноручно записать историю нашего вознесения. Два дня назад нашли богословенный кусок камня. Теперь всё готово. Час нашего вознесения уже близок. Новая штаб-квартира. В западной части Шеллс. На части Стрит. Между Иннершайд Стрит и Орн Роуд. Ближе к камню, так что его будет проще... Так что его проще будет перевозить. Вот там мой камень, я понял. Дерево сгнило от сырости. Ладно, мы сейчас здесь завутаемся и... Пойдём у этих придурков камушек отнимем. Дебилы, блин. Дебилы, блин. Гарпунами можно убить даже такое чудовище. Явно ручная работа. Очень похоже на кусок монолита. Чтобы отколоть такой большой кусок, нужно очень постараться. Один человек не справит тот же узор, что и на монолите. Так. Где адрес выговорить? Западная часть Шеллс. Ну это здесь. А... Джасти Стрит. Между... Чего? А... Уоррен Роуд? А где Уоррен Роуд? А, вот Уоррен Роуд и... Да ладно, это здесь, что ли? Уоррен Роуд и Иннер. Шайн Стрит. Вот сюда, что ли? То есть совсем рядом, да? Вы совсем дебилы. Ну ладно, пойдем. Я так понимаю, это в двух шагах всего лишь было, да? Возьму-ка я на сети звучит. Дом камни поконников. Надеюсь, они не разбили ту часть, которая мне нужна. Невероятно тонкая работа. Эта статуя почти как живая. Вообще-то, поход, дела не есть, живые люди. В прошлом. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Не, ну это реально идиоты. Господи, они что действительно пытались, это есть. Хе-хе-хе-хе. Как будто эти дебилы. Э-э-э-э, шо-шо-шо. Как же вкусно. Не могу остановиться. Э-э-э-э. 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 Э-э-э. Э-э-э-э. 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 Э-э-э. Э-э. Э-э-э. дверь не под вот ты где а.х. дверь не поддается положите его сюда наше вознесение уже совсем близко значит нам выпала большая честь вознестись первыми пусть этот дар был остальные ждут вознесения я вас запру чтобы никто не мешал и заберу ключ так посмотрим что тут у нас положите его сюда нам выпала большая честь вознестись первым остальные ждут вознесение про обращение в камень что-то улов карта тоже было и заберу ключ обломок монолита принесли сюда частично съели а остатки внесли наверх дверь заперли а ключ спрятали среди книг дегенераты конченые дегенераты среди каких еще книг здесь что ли книги конченые дегенераты это я однозначно могу вам сказать хорош сходить с ума тихо 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 хорош должно быть это часть печати дебилы желтым показывать я чуть не нашел что не трогай это наш камень чё а а так все серьезно да ладно ваш забирайте с камнями да ну кинга похожие сюжеты да а чё я не потрогал тут такого показывает желтым не трогай это наш камень ну ваш 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 дурбанутые дурбанутые видео до 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Чтоб я не стал заморачиваться в том месте и решил пойти за последним щупальцом. Продолжение следует... 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 Гробики, рыба. Нормально. Вот ты где. Ага. Ну, я так и думал, что надо будет пройтись по дну и взять камушек. Здесь ни один монолит так просто не даётся. Без истории. Мы обречены вечно гнить в этом Борге. Ничего, я вас всех спасу нормально. Протяните сколько можете. Дверь не поддаётся. Вот ты где. И как? Дверь не поддаётся. Ты мне ключик не хочешь дать? Мы обречены вечно гнить в этом Борге. Ты долбоёвший совсем? Мы обречены вечно гнить в этом Борге. Тупоголовый. Огонь. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сколько людей погибло в этих водах? Много На этой стороне монолита не видно фрагмента печати Похоже, добыть его будет нелегко Ага Вот теперь да Газета Письма Нырнуть, чтобы завершить печать Пророчица гласит, что один малец скрывает то, что я ищу Под лазурным плащом Похоже, одну часть печати мне придется искать под водой Рыбака, как она писали в газете, нашел золото под водой Значит, у него есть место для погружения Может быть, я смогу Что-нибудь узнать у него дома Теперь вот он со мной забазарит, наверное Я так и знал, что какая-то мелочевка Вы местный? Можно вас спросить о побережье? Живу тут уже 30 лет Здесь и помру А что? Мне нужно добраться до основания скалы на берегу Где лучше всего нырнуть? Ясно Значит, вам тоже крышка Как и всем остальным А чем это вы? Команда Арчи, моя семья, они все утонули Что-то позвало их с морского дна Манило, как зачарованных Но эта херня сводит с ума только простых людей Как будто у меня есть выбор Можно вас кое о чем попросить Когда спуститесь на дно Наденьте эти крестики на моих родных Я не знаю, как еще помочь их бедным душам Если согласитесь, покажу вам место, где я сам раньше нырял До проклятия Вы сказали, что вашу семью что-то позвало со дна моря Как такое возможно? Арчи был нашей последней надеждой на спасение Мы пытались выбраться отсюда, но мэйр нам не позволило Откуда ни возьмись, появились скалы Опустился густой туман Мы целую неделю болтались у берега, не могли отплыть У нас кончались припасы, а наш разум слабел Шепот Тени в тумане Безумие Да Я надел водолазный скафандр, но остальные просто прыгнули за борт Один за другим Я был последним Добрался до берега только благодаря скафандру Узнать ваших родных будет трудновато Прошло всего два дня Тела еще не разложились Ах, да, но рыба Рыба держится от скалы подальше, как и все живое Я вам помогу, давайте сюда ваши крестики и покажите, где можно нырнуть Благослови вас, Кэй, мистер Место для погружения на первом этаже Вот ключ Я даже не спросил вашего имени, как вас зовут? Джимми Прайс А что? Ничего, просто хотел узнать ваше имя Ага, ладно Ну что, Джимми, давай, пока Счастливо Ну что ж, на этом серии я закончу Видимо, следующий будет последний Всем спасибо, пока